Наш девиз – «Кто верит, сам в себя умеет, тот все преграды одолеет». Центр романтика и детский лагерь «Юнармеец» организовали областной туристко-краеведческий слет, в котором приняли участие команды из 21 городского округа Подмосковья – Долгопрудного, Чехова, Королева и других. События посвятили Всемирному дню туризма, который отмечают в большинстве стран 27 сентября. Сегодня происходит вообще такой подарок всем туристам к Международному дню туризма. Это областной турслет, замечательная погода, у детей огромный энтузиазм, великолепный настрой. У нас участвуют 6 человек в команде, ну как и в любой команде по условиям. Дети с удовольствием выполняют все задания, настроены, заряжены на победу. Участников слета разделили на три возрастные группы – младшая 10-12 лет, средняя 13-14 и старшая 15-17. Команды показывали свои навыки по преодолению переправ с использованием снаряжения, вязании узлов, спортивном ориентировании, оказании первой доврачебной медицинской помощи, организации бивака, краеведческой викторине и эко-конкурсе. Все участники соревнований состоят в школьных туристических клубах, поэтому задания для них были привычными. Другое дело – соревновательный момент. Очень круто, все интересно, очень продуктивненько. А что больше всего заполнилось сегодняшний день? Вот это ожидание между тяжелыми этапами, вот это волнение. Приехали на соревнования, показать себя, ну и просто порадоваться прекрасному солнечному дню и небольшими состязаниями с разными командами из СМОС-области. Поскольку программа слета предусматривала множество заданий, а количество его участников было велико, работы у жюри хватало в течение всего соревновательного дня. Когда говоришь о туризме, да, костер, палатка и гитара. Когда дети, когда команда собирается, когда романтизм, опять же, без этого, без романтики, туризм тоже невозможен. Форма однодневная не позволяет нам вот добавить этой романтики. Разбежать. Да, да, костер, гитара, песни туристские. Программа очень обширная. И, конечно, всем организаторам, кто сегодня работает на этом слете, у них действительно очень серьезная задача за короткое время посчитать, не ошибиться в такой большой программе. По итогам соревнований победителем слета среди учащихся 10-12 и 13-14 лет стала команда «Поднебесный гребень» из Чехова, а среди участников 15-17 лет команда «Максима» из Мытищ. Щелковская команда заняла второе место в старшей возрастной группе. Анана Приенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.